В правительстве Казахстана рассчитали бюджет на будущие годы при стоимости нефти в 75 долларов за баррель. При том, что прогнозы цен на черное золото сильно разнятся – от 72 долларов от МВФ до 89 долларов от Всемирного банка. В минус экономики остановились на средних значениях, хотя и этот ценник никто не гарантирует. Глава профильного ведомства Нурлан Байбазаров и сам отметил волатильность стоимости сырья. Поэтому у министра поинтересовались, готовы ли власти страны к обвалу цен на нефть. Глава профильного ведомства заявил, что по самому пессимистичному сценарию баррель может оцениваться в 60 долларов. Но в случае, если цены упадут еще ниже 40 долларов, то правительство, как и в прошлые годы, предпримет антикризисный план, сокращая расходы из бюджета. ОПЕК-плюс может отложить запланированное на декабрь увлечение добычи нефти на месяц или более. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Те, в свою очередь, обеспокоены из-за слабого нефтяного спроса и растущего предложения. Группа ОПЕК-плюс, куда входит Казахстан и еще семь государств, планируют теперь увеличить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в декабре. Она уже отложила повышение в октябре из-за падения цен. Перспектива дальнейшей отсрочки накануне привела к повышению стоимости сырья более чем на 2%. Марка Brent торговалась на уровне около 72 долларов за баррель. Страны-участницы организации могут принять окончательное решение на следующей неделе. Стоимость нефти продолжает реагировать на внешнеполитические факторы. В выходные на фуне ответного удара Израиля по Ирану цены на черное золото резко снизились. Сейчас же в ожидании решения ОПЕК-плюс котировки снова пошли вверх. Поэтому цена на казахстанскую нефть поднялась до 73 долларов за баррель, хотя только в начале недели торговалась за 67 долларов. Стоимость природного газа тоже подросла до 2 долларов 8 центов за 1 миллион тепловых единиц. Литий опустился до 9,5 доллара за килограмм. Тонна угля оценивается в 144 доллара. Уран – 175 долларов за килограмм. Золото – почти 89,5 тысяч долларов за килограмм. США назвали ужасающим удар израильской авиации по пятиэтажному жилому дому на севере сектора газа и призвали положить конец войне в анклаве. В результате авианалета погибли и пропали без вести 93 человека, в том числе 25 детей. Атака была совершена накануне ночью в районе населенного пункта Бейт-Лайхия. Израильская же сторона заявила, что это не был спланированный удар. И солдаты не знали, что здание использовалось в качестве убежища для перемещенных лиц. Экстренные службы сообщили, что десятки жильцов дома находятся под завалами. Таковы данные Министерства здравоохранения газа, который находится под контролем группировки «Хамас». По последним данным ведомства, с октября прошлого года в анклаве были убиты около 43 тысяч палестинцев и ранены еще 101 тысяча. В агентстве ООН по делам палестинских беженцев охарактеризовали условия на севере газа как катастрофические, что связано с эскалацией боевых действий. Президент Грузии Саламезу Рабишвили идти на допрос в прокуратуру не намерена, так она заявила на пресс-конференции. Ранее политика вызвали для дачи разъяснений по поводу ее слов о фальсификации результатов парламентских выборов. В предоставлении объяснений она не видит необходимости. В любом стандартном расследовании собирать доказательства – это обязанность следственного органа. «Я бы посоветовала прокуратуре начать свою работу и избегать политического сведения счетов с президентом», добавила глава государства. Напомню, в минувшие выходные в стране прошли парламентские выборы. По данным ЦИК правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов. Однако оппозиция с результатами не согласилась. А Саламезу Рабишвили назвала плебисцит «тотальной фальсификацией» и заявила, что не признают его. По предварительной информации, испанских властей среди пострадавших и погибших в Валенте граждан Казахстана нет. Об этом сообщил официальный представитель МИД Айбекс Мадиаров. Некоторые авиарейсы, которые должны были там приземлиться, отменены или перенаправлены в другие регионы. Наводнение на западе Испании несло жизни свыше 90 людей, пишет Рейтер. Министр обороны Маргарита Роблес объявила, что на помощь спасателям отправлены более тысячи военных с вертолетами. Потоп стал самым разрушительным в истории страны за последние 30 лет. Он был вызван проливными дождями. Потоки воды смыли мосты и автомобили. Тысячи домов в Валенте остались без электричества. Многие жилые помещения затоплены. Сегодня утром ликвидировать последствия наводнения вышли и жители населенного пункта Утьель. Я думаю, что в полчаса, в полчаса, в полчаса, в полчаса, в полчаса, мы почти все потеряли, как кто-то говорит. ЕС готов инвестировать в бизнес-проекты от Ираусской области. Об этом заявила посол Европейского союза в Казахстане. Олежка Семкич прибыла в нефтяной регион впервые. На рабочем совещании стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в логистическую и транспортную сферы. Тем более, что географическое положение региона способствует развитию торгово-экономической, нефтегазовой и транспортно-логистической отраслей. Сегодня в Атрау успешно развивают свой бизнес 260 предпринимателей из Европы. За 8 месяцев текущего года внешний товарооборот от Ираусской области с Евросоюзом составил более 15 миллиардов долларов США. Экспортировано товаров на сумму 15,5 миллиардов долларов США, импортировано на 300 миллионов долларов. Сенат одобрил закон о передаче осужденных между Казахстаном и Вьетнамом. Теперь каждая сторона обязана по запросу выдавать разыскиваемых преступников. Сенатор Евгений Больгер сообщил, что за последние пять лет из других стран для отбывания наказания в республику передано 160 наших граждан. Еще и 900 человек уже находятся в Казахстане в местах лишения свободы. Также отмечается, что подобные правовые соглашения по уголовным делам заключены с 23 странами, в их числе Украина, Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. На 60% увеличат оклады для казахстанских военнослужащих по контракту. Индексацию доходов проведут в течение трех лет. По словам начальника генерального штаба султану Камалидзинова, повышение денежного содержания касается контрактников на должностях солдат, сержантов и офицерского состава. Помимо этого, он сообщил, что в планах предоставления других льгот, в том числе и предоставление бесплатного проезда один раз в год в отпуск, выплаты компенсации при проведении полевых выходов, субсидии по коммунальным платежам. Известно, что сейчас минимальный оклад служащего по контракту составляет около 90 тысяч тенге. Казахстан повышает оборонительные способности страны. Впервые в законе закрепляются новые подразделения и термины. Так, в военное время локальной защиты населенных пунктов займется территориальная оборона. Компетенции закрепляются за силами МВД, КНБ, МЧС и местных исполнительных органов. Также вводится понятие формирования самообороны и доброволец. Казахстанцы смогут вступить в ряды защитников в период военных мобилизаций. Им доверят исполнять боевые задачи. Полное обеспечение добровольцев на себя берет Министерство обороны. Отметим, аналогичные подходы применяют и в Украине. 10 триллионов тенге выделят на модернизацию системы ЖКХ в Казахстане до 2030 года. Об этом сообщил глава Кабмина. Премьер-министр Лжас Бектинов признал, что сейчас инженерные сети и коммунальная инфраструктура страны в плачевном состоянии. В рамках национального проекта планируется приобретение товаров, работы и услуг у отечественных предпринимателей. Вливание огромных средств в рынок да с большей возможностями для бизнеса, считает Бектинов. Разработка дорожной карты находится на завершающей стадии. Отметим, износ только тепловых сетей превышает 53%. Замена требуется почти для 7 тысяч километров труб.